Беларусь рыхтуется и устреть 76-ю годовину перемоги советского народа в Великой Эчинной войне. На передней знаковой даты у центра уваги представники поколения переможцев. Для их изуделом их в регионе подрыхтована великая программа. Особливое место отведено веншаванием с надыходящим 9 мая. Всю летняя червоная дата календара станет персональной для 228 ветеранов при немане. У шаргу инших адмысловых веншаванню одно с перших в выгляде паштовки пройдя одымя старшиней Аблвы Конкама. Катерина Бенадасюк подробязни. На столе у Владимира Караника 228 карток. Именные паштовки с надходы 9 мая для ветеранов Великой Эчинной войны со шчерыми словами удячности и теплыми веншаваннями подписываются старшиней Аблвы Конкама. В этой паштовке каждый спортсменник у поколения переможцев отримая особиста. Мы стараемся чем можем и отказание медицинской помощи, социальная поддержка. Но мы понимаем о том, что это несравнимо с тем, что пережили эти люди. И сказать слова благодарности, еще раз пожать их мужественную руку за то, что они сделали. Это наш священный долг. Как и передать своим потомкам о том, что была эта страшная война, о том, какой ценой досталась нам победа и независимость, и о том, что это никогда не должно повториться. Паштовки за дымслово-распрацованным дизайном запечатывают, как кожная тягом ближайших джон знайшла своего адресата. Урачистые веншаванки передаются працовникам пошты, и все яны будут доставлены ветеранам. Евгений Николаевич, добрый день, почтальон принес открытку вам. Одным из первых особистую паштовку отримливая Яуген Далидович. За всем юным он стал связным штаба партизанского отрада. После войны скончил Минский юридичный институт. В 70-е он занялся выкрытем карателев, которые изнищили Хатынь. В 43-м году я вместе со старшим братом, с мамой и отцом ушли партизаны Белоруссии. И до изгнания фашистов находились в партизанском отраде имени Шчеркса, 3-й минской партизанской бригады имени Семёна Михайловича Будённого, которая действовала на территории южных районов Минской и Полесской областей. Об своих подвигах, про які я не окледжащи на минулые 76 год, ветеранам рассказывать усе яшче складана. За кожным оповедом – лёс товарищу по службе, родных и близких, яких закранули жахи войны. Але усе гэты отыходят на другий план, коли наближается 9 мая. У перцвяточные дни ветераны у центра уваги. Кожный будет чуть веншаванье, словы по ваге, удячности и гонору за подвиг и героизм. Особливо я дякую за то, что разом с нами яны будут сустракать 76-ю годовину Великой Перамоги.